гуляем все сделали свои дела в общем что я хочу сказать самое главное я же не сказала спасибо во первых я не сказала спасибо всем кто меня поздравил с днем рождения и всем 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 кто мне помог материальную помощь оказал в такой трудный час но не буду по имена перечислять чтобы никого не обидеть а то у некоторых зависть начнет обидеть говорят вот в германии живет на дурняк есть на дурняк скажет теперь еще и бабки перечислили тоже на дурняк не хочу вас расстраивать а яху давай расстрою большое спасибо лене с израиля большое спасибо гарику леночка большое спасибо а вот всем с донецкой области там где так тяжело выслала юли тогда сразу на корм животным тут же огромное огромное вам всем спасибо слушайте еще хотела рассказать юля рассказала смотрела видео по дымерке и девочка которая нас искала по всем каналам анжела и она пишет люди там общежития найдите может быть вы знаете где находится сестры где юля находится она не на нас от не выходит в эфир дай вам бог здоровья чтобы так беспокоились и лариса аж прослезилась ну в общем теперь я вам скажу правду видите вот этот отель вот в нем мы теперь будем жить сейчас собираем вещи собак кошек едем большом все же городе лучше чем маленьком сначала бокал отеля потом может нас еще и квартиру нам уже нормально а может другую страну отправят или на другой континент я бы поехал или на другую планету уже германия мне уже наела не очень тут кормят а чё мы должны за свой счет питаться я не пойму всех кормят кормят а нас нет а мы тратим деньги я уже говорю пошли пока есть такая возможность а вот мы не спросили наверно пойдем наверно спросим нас будет тут кормить я не знаю надо надо пойти спросить но если смотри надо сразу рассчитать если нас например дальше по за границам не пустит собака можно и в отеле а тут есть они живут на нормально а тут кит корейца есть муж ее откормили хорошо если что мы даже можем за нее получить какие-то эти еврики турки ну да тем более в англии уже отказываются от животных потому что тяжело их содержать и большой налог на животных поэтому я тоже так подумала если я дальше буду продвигаться по границе то мне скорее всего не пропустит собака хотя неизвестно нам надо ее немножко подкормить еще ну да чтобы мы живым весом ее сдали ты кошек то тоже не забывай за кошек нужно на лоб платить ну как можно отказаться да 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 то это говорю я говорю не как на неизменно там одни есть матерь боже но это про собака кошек правда и мы кстати прочитали что в германии надо около 100 евро платить за собаку но мы спросили тогда нужно платить налог за собаку нам сказали ближайшие три месяца пока нет пока не потом узнать вот и что-то еще хотел ты говоришь в германии налог а вот это что прочитали в англии вчера шоу отказываются все люди отказываются потому что вздают в приюты собак потому что тяжело платить налоги не знаю сколько они в англии платят налогом а что-то одна что-то а пришибли на 1 очень горит пишет ой это же где они живут там еще живут какие-то семьи с переселенцами слушай я просто другая рассказывает пишет тоже вот не могу успокоиться вот это ольга это же ее муж германии это на дело вид на жительство что в германии вид на жительство что если ты вышла замуж за германцы это ничего не говорит этот германец на его и платил в украине и работал в украине я ей пишу если ты всего не знаешь если ты всей точности зачем ты Она говорит, что ты грубишь, Грубиянка, Хамка, Грубиянка, она мне говорит, смотрите, я заблокировала, чтобы я не была Хамка и Грубиянка, если ты тупая, не соображаешь, не пиши, не позволь. Ну Юля, она не тупая, она просто может быть. Я говорю, они приехали сюда, они вообще живут в Украине, работают в Украине, платят налоги в Украине. Приехали сюда просто как туристы, независимо от того, что он в Германии родился, у него тут мать живет, он уже 100 лет тут они не были. Она мне пишет, что ты ничего не знаешь, а я знаю лучше. Не, ну то, что нам за ветеринара, за все это мы платим, ну то, ну это так положено. Нам никто бесплатно не осмотрел собаку. Никто же не говорит, что люди плохие или люди хорошие. У каждого есть своя выгода, у каждого. И просто так вам никто не будет вас поселять. И те же самые германцы, тоже у них есть своя выгода. Люди экономные, не только я проговорю про нашу семью, которая нас приютила, а в общем. И мы еще не получили деньги на руки, чтобы можно было жить за счет Германии. У нас нет карточки. То есть на бумажке оно есть, а еще нет, у меня еще карточки нет. Только кот пришел, а карточки еще нет, еще банк карточки нет. А все эти деньги переслали только на карточку нашему хозяину. И все. Еще мы эти деньги надо переслать мне на карточку. А ну, еще неизвестно, какое у него будет желание. Такую чушь, ну мега. А вы, как че мужиков видите, вообще теряете. Привели, пошли. Не, ну нам надо еще что-то за дверь заплатить. За одну и за вторую. А, вы не знаете сколько двер. Ну ты что, будешь платить за эту дверь. Мой муж посмотрел и сказал сколько. Тебе какая разница. Ты будешь что-ли платить? Че твой муж будет платить? Беспокоиться. Муж она стоит. Ничего заплатим. Так что ж теперь? Всяком жизни бывает. Это не самое страшное. Люди дома потеряли. Что ж ты? Никто не этот ездит. В Германии, кстати, кто живет в Германии, тут, наверное, должен знать. Что когда сдаются жилплощадь, пишется, что можно с животными в эту жилплощадь ехать. А можно и не въехать. То есть животных запрещено. Всякая разная жилплощадь сдаются. И то, что там пишут. Он вас должен отвезти. Был в Ганновер. Он везет детей в садик. И мы его попросили. Отвезите нас до электрички. Это прямо рядом с садиком. А по большому счету, по большому счету, говорю, да, прищебленный, что вообще-то да, он должен. Не то, что должен, а обязан. Когда людей принимают в Германии, если вы, не знаете, переселенцев, по крайней мере, это так с украинцами, им дают такое предписание, такой огромный-огромный лист. И что они пошагово должны делать? Ну да, нет. Это не то, что я там придумаю. Это и у них так, в общем, по закону Германии. И вот они пошагово должны то-то, 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 что они должны предоставить человеку. А если он не может это предоставить, он, значит, не будет, не должен брать людей себе. Потому что Германия будет ему компенсировать. Но я же говорю, что сейчас, на сегодняшний день, все говорят, да, компенсация, то ли, ну, в общем, как я у него узнаю, он говорит, пока ничего никто не говорит про компенсацию. Но мы хотим сами в социальную службу пойти и в социальные службы узнать, что вообще, какие дальнейшие продвижения. Ну, я думаю, за свет и за воду мы, конечно, будем платить, а остальное, ну, отопление у нас нет, у нас холодно. У нас холодно, довольно-таки холодно, хотя солнце светит, там, в комнате холодно, и полкафельные очень холодно. Но мы проживаем. А вообще вот рассказывать мне, что кто должен, а кто не знаю, что я говорю, как видите, вам все равно ничего не светит. Вам этот самый. Ну, ты, ну, у нас отель. Я говорю, в Германии не найти. Тем более, мы пришли. Не все, не все, но есть. Большинство таких, что я говорю, пришли, блины. Как может женщина мне такое писать? Может она мне разрубить? Нет. Считаю, что если... Это ее мнение, Юля. Так я не говорю, так а зачем мне это дурость надо? Она же мнение свое высказывает в каком-то однобоком варианте. В каком-то, знаешь, такое впечатление, что ты знаешь людей. Ты ни меня не знаешь, ни этого ветеринара не знаешь, никому. Что-то вообще попец. Просто попец. Не, ну им большое спасибо. Они, конечно, но они сами признают это. Я же вам говорю, я к ним не пришла навязываться. Я им благодарна, что они нас взяли. Но люди, если не могут определить свои силы, они не должны были брать людей. Не должны, просто вот не должны были брать. И кроме того, кроме нас, они хотели еще взять переселенцев. И говорят, ой, да, у них там есть помещение. Но они в какой момент... Ой. Не сегодня, не завтра скажут, что все. До свидания, выезжайте. Все, понимаете. Ну, говорю, что кто не... Не знаю я как. Ну, то, что у них было... Есть очень много вариантов, я потом... Не вариантов, а... Нет, ну согласись, у них было же хорошее желание взять. Они сразу хотели помочь. Волчонка увидели. То есть нас увидели. Сразу у них было желание. Просто они сами. Они были поражены, что как так? Две такие женщины. В общем... Больших объемов... Больших. Перевезли столько животных. Понимаете? Они просто были вообще, ну, как сказать, собаку дворовую. Да, такая огромнейшая собака. Для них вот это было поражение. И они, по сегодняшний день, они удивляются, как так, что волчонок бездомный. Это не то, что вот сам этот ветеринар говорит, о, ему очень повезло. И это, говорит, было... Ну да, мы восхищаемся. Да, что, говорит, это очень, говорит, как так, что дворовая собака, и теперь ему стало она с хозяевами. О, это, говорит, очень, говорит, здорово. Конечно, очень здорово. Просто я вот как-нибудь сделаю видео и вам расскажу вообще вот суть. Не то, что вот, а что люди должны вот все равно знать. Я же говорю, что люди, мы все, все практически одинаковые. Все. Независимо от статуса, независимо от должности, независимо от положения, независимо от там, где мы живем, от национальности и веры. Вот поверьте, вот я вот прям вот тут, думаю, ну прям все... Ну что, Бог уже не может сотворять всех разных. Поэтому, как бы в сути, как говорила за двумя зайцами, мы все разные, но по фасону... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.